Урбан, программа о городских проектах. Светлана Занько с вами разговаривает. Дарита Пузлеева и Илья Шульгин тоже вместе с нами. Глава администрации города Кирова. Илья Вячеславович, добрый день. Добрый день. Представим и двух других наших гостей. Владимир Смирнов, генеральный директор Института по изысканиям и проектированию объектов строительства инфраструктуры Киров. Вот проект. Владимир Григорьевич, здрасте. Добрый день. Михаил Изместев, директор проектного института «Граждан проект». Михаил Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Ну, собственно говоря, поводом для первого часа у нас стали очередные репортажи с улиц из микрорайонов города Кирова. Киров снова затопило. Особенно на меня сильный эффект произвело видео, по-моему, из солнечного берега, где человек вышел из подъезда и нырнул во дворе просто в разлившееся море. Эта история продолжается у нас из года в год. О ливневке мы делаем не первую программу. О ней мы говорим постоянно. И что-то как-то у нас с ливневкой все-таки процессы не очень активно идут. А то, что ее делать надо, все абсолютно с этим согласны. Когда и как это должно быть реализовано? Вот сегодняшняя тема нашего эфира первого часа. Сразу скажу нашим слушателям, что во втором часе Илья Вячеславович будет отвечать на вопросы вашей радиослушателе по телефону 211-101 и на вопросы читателей портала «Первый источник», который мы заранее собрали. Кроме того, мы подготовили опрос. Опрос у нас в группе нашей ВКонтакте Хакирова. Спрашиваем мы, что больше всего у вас вызывает дискомфорт в Кирове. Причем мы выбор предоставили. Можно несколько кликов делать. Да, несколько вариантов. Заходите, голосуйте. Первый вариант. Так, я сейчас еще раз вопрос прочитаю. Больше всего я испытываю дискомфорт в Кирове из-за луж, которые не обойти, не объехать, ям, в которых ломаются ноги и машины, проводов, закрывающих вид на небо и архитектуру, не работающих ночью фонарей, грязного воздуха или отсутствия прогулочных зон. И люди действительно очень, ну, практически все выбирают большинство вариантов. Пока лидирует вариант ям, в которых ломаются ноги и машины. На втором месте лужи, которые не обойти, не объехать. И на третьем месте отсутствие прогулочных зон. Пока вот так вот у нас голоса распределяются, заходите, голосуйте. Да, но, кстати говоря, эти два ответа, ямы, в которых ломаются руки и ноги машины, я не знаю, что там, да, и лужи, они очень тесно связаны, как нам кажется. Потому что, да, где ямы, там вода, и где вода, там тоже размыв асфальт, а тротуары и ямы. Я думаю, что это, наверное, так. И, кстати говоря, Илья Вячеславович, и вы, и ваш коллега по работе, Елена, господи боже мой, мэр нашего города, Елена Ковалева, Елена Васильевна, да, говорите о том, что, конечно, ливневку нужно делать, и отсутствие ливневки провоцирует завал и проектов, которые уже реализуются. Пожалуйста, вот Кочерский парк, пожалуйста, вот там, да, размытые тротуары и дороги. И даже Елена Васильевна зимой, причем, в феврале месяце высказывалась на встрече с жителями, что без должного отвода воды дожди превратят наши новые дороги в то состояние, которое было до ремонта. Сложно не согласиться. Так что думает город по этому поводу? Вот сейчас, Илья Вячеславович, вам слово. Спасибо. Ну, могу сказать, что вот все, что вы сказали, 100% согласен. И у нас, к сожалению, эта проблема, она так как-то отпихивалась в последнее время, там, последние, наверное, лет 10. Ливневка наша, она в городе, ну, говорит, что у нас нет ливневки, она существует, 63 километра различных участков по всему городу, но она создавалась более 40 лет назад, и, видимо, местами без должного обслуживания. Поэтому сегодня это, ну, такая система, которая в целом не обеспечивает потребности города. Ну, и потом, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет условий на подключение, среди тех условий на подключение, подключение к ливневке. Поэтому и вот эти вот волшебные дворы, даже вроде бы, казалось бы, современный микрорайон, Солнечный берег, а люди ныряют после дождя в лужи, потому что вода элементарно не уходит. И понятно, что просто исходя из знаний физики и здравого смысла, понятно, что если мы не наладим систему ливневой канализации, не научимся отводить воду, то у нас будут бесконечные проблемы с газонами, которые в Кочевском парке, вот там же действует фонтан, и по недогляду воду отводили, ну, под деревья на газон, чем навредили всему парку, разозлили, рассмешили одновременно жителей, показали свою полную беспомощность. И только вот уже, как говорится, прикрикнув, удалось решить вопрос элементарно, просто отведя воду в ливневую уже канализацию, в колодец. То есть вот такие вещи, они, к сожалению, очень серьезно мешают воспринимать власть серьезно, потому что люди видят вот эту беспомощность и делают свои выводы. Вот буквально недавно, то, что мы гуляли с Ильей Варламовым, который приезжал к нам в гости, по нашим волшебным тротуарам, где вот эти вот лужи, которые невозможно обойти, это действительно так. Лужи стоят, не уходят, там уже какая-то жизнь зародилась, там совершенно это все имеет безобразный, абсолютный вид. И, ну, кроме вида, это просто не пройдешь, потому что вот я всегда прикидываю, что вот передо мной катится коляска, потому что, ну, знаете, у меня там... Даша, мать двойняшек, очень хорошо понимает. Маленькие дети у меня, да, и вот младшему там буквально недавно год исполнилось, он еще в коляске у нас разъезжает, поэтому это все совершенно ужасно осознавать, и первые вот эти все меры должны быть направлены в городе на то, чтобы исправить ситуацию, сделать город проходным, приятным для прогулок, а сегодня, правильно, у нас прогулочных зон практически нет. И вот, слава богу, что у нас как-то это все, вектор поменялся, и сейчас, я так понимаю, что и с помощью программы «Федеральная комфортная городская среда», и просто сформировав нашу городскую и муниципальную программу, мы вот все эти вещи берем на контроль и будем делать. Это вот вообще даже не обсуждается. А ливневая канализация, ну, вот у нас, например, в Кочевском парке, она будет создана уже в этом году. А в этом году мы заключаем контракт на проектирование ливневой канализации в городе. Вот, собираем, значит, информацию, то, что есть, какие участки, как можно расположить так, чтобы в течение ближайших, там, ближайших трех-пяти лет создать нормальную функционирующую систему ливневой канализации. Ну, вот пока мы наметили себе в тех задания, значит, территорию в границах улицы Воровского, Октябрьский проспект, профсоюзная, набережная Грина, создать единую сеть ливневки с выходом на очные сооружения, потому что у нас есть более 28 выпусков ливневой канализации, существующей в Малой Реке нашей, и там локальных очистных сооружений-то и нет. А это, ну, все-таки мы же живем в нашей городской среде, мы должны следить за ее воспроизводством, чтобы экологическая обстановка не ухудшалась, поэтому нужно будет это все предусматривать и делать. Мы Малые Реки имеем в виду Хлыновка, Люльченко, прежде всего. Хлыновка, Люльченко, Мостовица, Чехловица, там многое. Вот, и по большому счету это же великий дар, то, что у нас эти объекты есть водные, нужно их рассчитить. И вот мы с министром Ханак-Окружающей среды, с Албегой Аллой Викторовной сейчас готовим все документы, чтобы войти в программу очистки Малых Рек. То есть, в принципе, работа, она такая большая, системная, ведется. Я думаю, что результаты мы увидим в течение ближайших год, два, три, и это уже будет прямо ощутимо. Это программа «Аурбан». Мы в первом часе говорим, какая ливневка нужна Кирову, как ее правильно проектировать. У нас в гостях Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, Владимир Смирнов, руководитель Кировотпроекта, и Михаил Изместев, директор проектного института «Гражданпроекта». И должны сообщить нашим слушателям, что у нас есть прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте. А также наши коллеги из «Бизнес-новостей» тоже ведут прямую трансляцию в группе ВКонтакте. Во втором часе будем принимать ваши вопросы 211-101. Сейчас у нас есть еще время до перерыва. Вот вы сказали, Вячеслав Ильич, что в этом году будет заключаться контракт на проектирование работ по ливневой канализации. Хотелось бы услышать цифры, сколько стоит заложено в проектировочной работе, и есть ли какое-то представление, сколько вообще может стоить ливневка в Кирове? Ну, я могу сказать, что выделено средство порядка 15 миллионов на проектирование. А вообще, если говорить о капсатратах на создание ливневой канализации в городе, вот в тех пределах, которые я сказал, то на это потребуется более 2 миллиардов рублей. То есть это тот квадрат, который вы озвучили? Не только. Тот квадрат, который я озвучил, плюс создание ливневки в микрорайоне Урвенцево. То есть совокупно это все будет стоить порядка 2 миллиардов. Понятно, что деньги это очень большие, и вот единовременно ни город, ни область нам такие деньги, понятно, что мы не сможем выделить. Но поскольку у нас сейчас планируется ряд мероприятий к 650-летию города, то есть определенная надежда, что, в общем-то, мы сможем в рамках вот этих вот мероприятий к празднованию представить в Минстрой, и, возможно, удастся выводить либо какую-то федеральную целевую программу, либо, как уже по России практически сложилось, что из федерального бюджета, возможно, будут выделены деньги. Ну, понятно, что праздник праздником, но городу нужно самое необходимое. Это ливневка, это дороги, это тротуары, это объекты социально-культурного, социально-бытового назначения. Вот сейчас по федеральной программе то, что вот садики строим, понятно, что это позволит как-то проблему на какое-то время снять, но город живет и развивается, поэтому это нужно продолжать дальше. И вот на ближайшие 5 лет мы сейчас смотрим, какие мероприятия необходимо сделать, провести стройки какие-то, чтобы город получил совершенно иную качество жизни. Ага, и у меня одно замечание, чтобы вот эта вот проектно-смертная документация за 15 миллионов не легла опять в чей-то ящик. А, вот сейчас мы это обсудим, мы это обсудим, но после короткого перерыва. После короткого перерыва, напоминаю, это программа «Урбан» в первом часе, и мы обсуждаем, какая ливневка нужна Кирову, как ее правильно проектировать, что нас ждет в ближайшее время. «Урбан» – программа о городских проектах. Два часа мы работаем в рамках программы «Урбан». Напоминаю, что программа «Урбан» – это программа о городских проектах, причем задача нашей программы не критиковать огульно и не выслушивать жалобы, а рассказывать как лучше, советоваться, рассказывать как лучше и планировать. В первом часе мы говорим о ливневой канализации, и вот сейчас уже Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, озвучил позицию города, но, и не знаю, коллеги, как на ваш взгляд, на мой взгляд, она звучит достаточно оптимистично и, в общем, трезво, но следует, наверное, разобрать некоторые моменты, потому что, как справедливо Даша заметила, Даша заметила до перерыва, очень часто бывало так, что платили за схему, потом оказывалось, что схема что-то не учитывала или ложилась она под там, да, в столб, или денег не хватало и так далее. Но я очень прошу просто вот сейчас не углубляться и не говорить, что денег все равно не будет, их мало, их меньше, чем в Казани и в Москве. Давайте мы видим разные там изменения ситуации, мы тоже говорим-говорим, что нет, потом бац, у нас федеральные программы сваливаются. Или бац, оказывается, что если мы правильно оформили документы по расчистке малых рек, то давно уже могли бы лет 10, как чистить их и преобразовать, это отдельная история, как мы входим в эти федеральные программы. У нас не зря тут сидят два инженера, два руководителя двух крупнейших организаций в Кире с большой историей. И у нас есть возможность, Илья Вячеславович, специалистам сейчас задать вопрос, как лучше. Вот помните, была история, я с маленькой начну, чтобы слушателям нам тоже привязать к этому эфиру, когда у нас все время заливало проезд у ботанического сада. Вот это была каждый раз вот такая цирковая штука, когда там вязли автомобили, заливало их по крышу, люди выплывали, кого-то там вытягивали. Сейчас вроде бы тихонечко как-то исправилась эта ситуация, а что произошло? Я знаю, что вы участвовали в этом, да? Ну да. Михаил Избестив, граждан правительства. Мы разрабатывали проектное решение по увеличению водопропуска дождеприемников в районе Оврага за 40. В старую, в старую лимитую канализацию. Да, и как бы делали проектное решение по увеличению площади дождеприемников, но она была решена не до конца по нашему проекту. Расскажите, как сделали. Ну, они как бы расширили дождеприемники, но ее не хватало, там дополнительно надо было камеру увеличивать диаметр труб, но этого как бы не сделано, сделано локально было. Трубу большего диаметра. Она как-то улучшила, видимо, ситуацию. Трубу большего диаметра не положили. Да, ну не стали вскрывать там, ну, то есть с минимальным затратами частично решено и вроде бы как бы справляются. Локально справились. Да, справились, но дожди-то бывают разной интенсивности, бывает и предельная интенсивность, когда все смывает. Ну, решили проблему вот на этом участке, правильно? Да, ну это было, потому что ежегодно там автобусы заливало, люди не могли ходить, не то что ходить, плавать даже. Вот, поэтому это локально решали эту проблему. Ну и так у нас происходило ведь постоянно, локальные проблемы они решались. Да, мы делали частично там, на районе Мопра выносили ливневую канализацию из-под здания, потом еще какие-то участки делали, ну, делали и глобальные проекты по районам Урванцево очистное сооружение, с учетом всего микрорайона. Давайте мы пойдем вот по частям сейчас. Смотрите, очень часто звучала как раз здесь у нас тоже в студии такая история, что давайте мы сначала сделаем исторический центр, а потом будем идти дальше из исторического центра. Ну, исторический центр, как Илья Вячеславович сказал, это ливневка, построена 40 лет назад. И, по-моему, пару лет назад, и, может, в прошлом году были сильные дожди, когда у нас набережную там смывало, да, были засорены все эти выходы. Вы знаете, когда в последний раз эта ливневая канализация исследовалась, и в каком у нас состоянии сейчас? Были ли такие исследования? Ну, мы таких исследований не проводили, то есть ее обслуживает, наверное, Гордор. ВДМС, да. ВДМС, чистят они периодически, она идет по врагу засора. По мере возможностей. Это было сделано, вынуждено, видимо, когда... Когда в нас всех опять смыло. Ну, давно еще, в советские времена. Поэтому она сложилась исторически. Если мы говорим... Раньше ливневка шла по врагу, потом ее в трубу... Нет, враги на самом деле прекрасные. Вот как сказал Илья Вячеславович, когда выпуски идут в малые реки, например, или овраги, это же пополнение, в общем, водостока и воды, и вообще водного объема. Если мы будем говорить о каком-то преобразовании ландшафтом, то это тоже такая история. Питание рек всегда идет из поверхности, из подземных источников. То есть река Вятка, она питается площадью водосбора. То есть ливневка в любом случае придет в водоток. Она в землю уйдет очень мало. Вот смотрите, давайте все-таки вот мы сейчас 2-3 минуты посвятим обсуждению как раз старой ливневки 40-летней давности. Имеет ли смысл ее обследовать и ее переделывать или полностью новую закладывать? Как можно хотя бы почистить? Я могу сказать, что это может решить только гидравлический расчет системы с учетом сегодняшних расчетный расход, который сейчас пойдет по этой системе. То, что она там же пойдет, это однозначно, потому что... Эту ливневку будем использовать, Илья Вячеславович. Если она... Да. Или использовать, или перекладывать, или... Я здесь могу сказать, что, ну, во-первых, понятно, что в тех заданиях заложены исследования того, что есть, и систематизация того, что есть. Это, безусловно, работа, которую необходимо сделать, потому что, ну, проще всего себе придумать систему, которую давайте мы по новой все сделаем, вот будет у нас здорово и замечательно. Ну, такой практики в мире не существует. То есть берем то, что есть, анализируем и смотрим, как это можно применить максимально эффективно с минимальным затратом средств. Потому что, как вы видите, даже вот то, что вот сегодня мы примерно укропненно расчеты смотрим, это уже сумма такая неподъемная. Вот. Что касается оврага за 40, то я считаю, что коллектор там, возможно, нужно будет переносить, просто чтобы освободить место под обустройство самих оврагов, потому что это прекрасная территория, на которой можно много всего сделать. Причем, я сейчас говорю не о каких-то капитальных, там вот были же разные там эскизы, что там давайте там центры какие-то построим торговые, еще что-то такое. Сегодня это уже совершенно другая концепция в мире принятой. Мы видим на примере той же Москвы и Казани, как вот появляются замечательные территории, как парк Зарядье, как там набережная Кабана, совершенно уникальный объект, который сегодня входит в конкурс лучших практик в мире. И мы должны вот в этом тренде смотреть, как мы можем обустроить территорию комфортно для горожан, для всех абсолютно. и в том числе и маломобильных групп, чтобы это было прекрасное место, где можно вот и прийти, и прогуляться, и мимо него пройти с большим удовольствием. То есть, как это все запроектировать, возможно, нужно будет как раз и затронуть тему вот этого коллектора, может быть, его придется переносить. Но в любом случае, я могу сказать, что, решив проблему канализации Ливневой, мы, в принципе, сохраним огромное количество различных объектов, в том числе дорог, тротуаров, от разрушения на многие годы вперед. То есть, это очень серьезная, на самом деле, тема, потому что и талые воды, и дожди, это все серьезно влияет. И правильно, правильно Елена Васильевна сказала, что мы можем просто утерять то, что мы вот создаем сегодня, просто банально из-за того, что мы не сможем отвезти воду. Во всем мире эта проблема решается классически, поэтому тут, я думаю, вопросов никаких не возникнет. Да, давайте у инженеров спросим, как лучшим образом все-таки в центре города отводить воду? И вот сейчас Илья Вячеславович сказал, что надо будет использовать старую все-таки Ливневку. Ваше видение сейчас? Ну, она только основной коллектор, то есть, она не очень развитая сеть, она решает частичную проблему. То есть, это не основные затраты будут, которые придется понести. А основные затраты куда лягут? Основные затраты будут на ливневую сборную сеть. В связи с тем, что каждый квартал придется перерыть, установить дождеприемные колодцы, сборную систему, плюс это диаметры будут, если минимум от первого дождеприемника 250 миллиметров, то, естественно, дальше она пойдет и до тысячи и так далее. То есть, а это, ну, огромные затраты, то есть, самое дорогое это сети будут. А частичные ссоржения, ну, они там будут миллионов сто, двести там. У нас можно по аналогу посмотреть, вот как по Урванцева делали, то есть, пересчитать цену на сегодняшний день, сколько это будет стоить. А сети будут очень дорого стоить. А без этого, Владимир Григорьевич, без этого, без того, чтобы вот производить эти работы, есть смысл вообще что-то делать с ливневой канализацией? Нет, без этого, конечно, смысла нет, но вот мы, как наша позиция Киров от проекта, и мы ее неоднократно озвучивали на совещаниях в администрации, когда решение принималось, что лучше бы все-таки сделать схему дождевой канализации, если правильно говорить термином, всего города. И только после этого делать проекты на какие-то определенные первостепенные районы. Почему? Ну, когда мы делаем общую схему города, мы решаем вот эти все принципиальные вопросы, которые сейчас озвучивались, потому что схема – это не какой-то чертеж, где нарисованы трассы, значит, дождевых коллекторов ориентировочно. Это восемь разделов, которые определены постановлением правительства, и это практический проект. На основании этого проекта исследуется вся существующая сеть, принимаются определенные главные технические решения, и определяется примерно стоимость всей системы ливневой канализации города Кирова. И уже потом можно с достаточной степенью уверенности выходить на проекты, потому что в городе очень трудно пройти с этими коллекторами. Там уже есть и частные земли, есть и коммуникации лежат такие, что нужным диаметром коллектора не пройдешь. И вот эти все вопросы нужно было бы, наверное, решить все-таки до выхода на проектирование. Потому что тот, кто по договору подряда выиграет проектирование, например, центральной части, и там же будут жесткие сроки проектирования, он сразу столкнется с тем, что им нужно будет решать вот эти вопросы с землей. То есть нужно будет делать проект планировки территории, и может оказаться, что в определенных случаях вообще невозможно вот в этом квартале как-то пройти с достаточно уверенными затратами. Мне тогда не совсем понятно, а как это вписывается вот в новый микрорайон? Условно говоря, тут вот новый микрорайон еще не запроектирован, а у нас есть какая-то общая схема, и он куда-то не запроектирован, а генплан. Ну, в генплане в новых микрорайонах дождевая канализация не проектировалась и сейчас не проектируется. Почему? Делается? Ну, где-то делается, где-то мы делаем. Понимаете, вот у нас микрорайоны все новые. Почему, например, Солнечный берег у нас всплыл? Именно потому, что не было запроектировано ливневой канализации. А вот рассказывал мне, предварительно мы общались как раз с Михаилом Евгеньевичем, что была запланирована ливневая канализация. А сейчас не случилось? Насколько знаю, Солнечный берег сделан. Потому что мы проблему решали с выпуска. То есть она должна, ливневая канализация, идти была в район Хлыновки. А в связи с тем, что там не построена ливневая канализация, к нам обратился этот подрядчик, застройщик, где можно выпустить. И мы нашли вот Хлыновку, перейти через Ленина и выйти мимо инфекционной больницы, выйти туда и там построить точнее. То есть они ливневку делали. Как они ее делали, это второй вопрос. Ну вот вопрос в том, что критерий всего же результата, понимаете. И если люди ныряют из подъезда в воду, то очевидно, что ее сделали. Это вертикальная планировка неправильно сделана или неправильная ливневка запроектирована. То есть это делал сам подрядчик, мы это не делали. Мы делали по чистым прудам, но она не реализована. То есть ваши институты делали проекты. То есть это обязательно ведь при получении разрешения на строительство или сдачу дома. Если есть такие условия у застройщиков. Но строительство, да, мы обещали, что мы не будем вдаваться в печальные воспоминания, но факт есть факт. Но на бумаге все есть, а при строительстве ничего нет. И теперь ситуация должна меняться. Кстати уж, если речь зашла о застройщиках, вчера на заседании правления Союза строителей, где все... Вы входите в Союз. Да, значит, член правления, мы эту проблему обсуждали, чтобы выразить общее мнение застройщиков и строителей. И мы пришли к мнению, что наше общее мнение, все-таки нужно сначала запроектировать схему всего города дождевой канализации. Потому что основные стройки сейчас идут на окраинах города. В центральной части, ну, есть точечная застройка, но, наверное, ее скоро уже не будет, да? Слушай, мне кажется, просто на эти деньги можно будет в регионе еще один город построить. Вы понимаете, сейчас у каждого застройщика эта проблема возникает. Они не знают, куда выпускать. Нет, я не с точки зрения скептики. Мне все равно вот этот локальный метод решения проблем сейчас пока кажется наиболее приемлемым. Можно я свое мнение расскажу? После короткого перерыва. Кирова нужна ливневка. Как правильно ее проектировать? Это тема нашего первого часа, и у нас остается 13 минут для ее обсуждения до окончания этой части эфира. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова у нас в студии. Владимир Смирнов, генеральный директор Института по изысканию и проектированию объектов строительства и инфраструктуры Кироводпроект. И Михаил Изместев, директор проектного института «Гражданпроект». Мы ему и передаем слово, потому что до эфира вы хотели прокомментировать замечание Даши, что глобальная схема хорошо, но в нашем обывательском мозгу, ну, решайте там по чуть-чуть локальными шагами. Я с ней соглашусь. Сначала мое мнение было тоже делать всю схему. Но, как бы, вопросы часто возникали при нем в Киене. Мы, как бы, проработали этот вопрос посерьезнее в институте, как бы, на общественных началах. И когда рассмотрели, то наш же город на семи холмах, поэтому есть водоразделы, понятные. И можно, не разрабатывая общую систему, потому что и нормы изменились, разрешили выпускать в городе в любом месте, если ты доводишь до требуемых норм. Можно делать локальную. А какую локальную, это уже пускай определяет администрация, какая важнее, какая. Может, микрорайоны. То есть, в какой части? В какой части, да. Но самая сложная работа именно в центральной части. Она и дорогая будет, и серьезная работа. То есть, если в новых микрорайонах там и пошире, до красной линии там и все, то здесь все такое щемило изменяет изображение, что тут придется покуркаться и проектировщикам. Ну, понимаете, приз стоит того. То есть, мы получим совершенно иной город, совершенно иное качество жизни. И самое главное, что у нас ведь коммуникация старая не только ливневка какими-то кусками, что-то утеряно там и так далее. То есть, создав осмысленную схему дождевой канализации, мы тем самым еще же имеем возможность систематизировать все остальные сети. Потому что по этим каналам рядом с ливневкой можно будет прокладывать все, что захотим. И вот эта вот проблема, то, что вот горожан, вы говорите, раздражает закрытые проводами неба и теплотрассами. Это тоже можно все при этих работах увезти под землю, заложить в определенные каналы, чтобы это уже, так скажем, была история легко обслуживаемая в дальнейшем. Потому что вот если взять, например, такие города, там, я не знаю, как Нью-Йорк, Париж, вот эти вот огромные своды канализации под городом, который существует там с незапамятных времен, это сегодня каналы, где прокладывают вот все, что городу нужно, все закладывается туда. Оптоволоконные различные какие-то вещи там, широкопозные интернеты. Оно там, все там сидит, и это спокойно все обслуживается совершенно без каких-то проблем. Поэтому здесь вот задача приблизиться к подобным решениям так, чтобы это было удобно в дальнейшем в эксплуатации, чтобы мы не копали каждый раз город, когда там что-то у нас нарушается. Два вопроса, которые у нас, я думаю, мы успеем обсудить еще в этом часе, это еще раз ресурсы, да, то есть деньги, какие сейчас город видит Илья Вячеславович, озвучил. Нам нужно понять, есть ли у нас на эти ресурсы мозги и руки, и как грамотно там проводить конкурсы по этому поводу. Потому что у нас самый большой вопрос, это опять этот пресловутый 44-й ФЗ, когда выигрывает компания, которая роняет там стоимость этого проекта, и потом мы получаем то, что очень часто получаем. Илья Вячеславович, как вы, нет, давайте лучше начнем с, например, возможных исполнителей, да. У вас есть опасения по этому поводу какие-то? Опасения в плане определения подрядчика, конечно, есть. Если это будет электронный аукцион, то понятно, что выиграть может кто угодно. Есть опыт Кирово-Чепецка, они как раз года полтора назад определяли тоже на схему дождевой канализации подрядчика, подрядчика выиграла никому неизвестная фирма, упав в два раза, схему так они и не получили, деньги не потратили, но и дело не сделали. Деньги смогли вернуть сюда, город не потрачен. Нет, а сейчас авансы не платят, поэтому если ты проект не сделал, то тут гарантия есть, но ведь дело-то не сделали, да. Поэтому у нас, конечно, нет сомнения, что вот наши два института вполне могут и квалифицированы сделать проект центральной части, и если нужна схему, наша просьба одна, чтобы определялось все открытым конкурсом с неценовыми критериями. Объясните для слушателей, чем аукцион от конкурса отличается? Почему конкурсы считаете лучше? На аукционе один критерий, цена. Кто ниже цену дал, тот и выиграл. В открытом конкурсе еще комиссия разрабатывает нестаемостные критерии. Опыт работы организации, наличие квалифицированных кадров, значит, могут быть еще какие-то. Ну, в основном, вот эти два. Хорошо, у нас есть одна часть, проектировщики, там есть институты, вы их представители, а есть вторая часть, исполнители, те, кто будут, собственно говоря, подрядчиками, им нужна техника, им нужна... У нас по дорогам очень часто мы об этом говорим. Субподрядчики особенно некоторые объявляются, у которых нет ничего там, например. Ну, есть какие-то такие фирмы, одна из них ПМК-411, которая специализируется на линейных сооружениях. Это крупнейшая ПМК, это крупнейшая, она в соседних регионах тоже работает. Ну, раньше была связь строй российский. То есть и техника, и люди, и есть и опыт. Но вопрос, конкуренция, это ведь у нас все равно открытый конкурс, даже если конкурс, он открытый. Конкуренция высока, из соседних регионов часто интересуются... Нет, ну, если достойный соперник, пусть выигрывает, мы не против. Ну, вот смотрите, я вот приведу в пример недавнюю ситуацию, когда много критики было в администрации, почему не были обеспечены должным образом конкурентные процедуры по выбору подарочек на нашей дороге. Ну, я могу сказать, что все процедуры были обеспечены. Просто вопрос был в том, что в конкурентных процедурах могли участвовать только очень крупные игроки. Это правда. То есть мы обеспечили приход на рынок тех компаний, за которыми потом не придется бегать. Это большие государственные компании, Вят Автодор, ГДМС, всем известные, с набором техники, людей, проектных мощностей, всего. И сегодня мы видим, что происходит на дорогах. То есть дороги делаются, мы вышли довольно рано, провели конкурс. Вот мы сегодня ни за кем не бегаем, согласно графику идут все работы. Да, мы должны были отдать там, согласно закону, 15% малому и среднему бизнесу, что и было сделано. И среди малого и среднего бизнеса мы тоже смотрели, чтобы не было, как говорится, конторы, где полтора землекопа и директора и бухгалтера. То есть это тоже были определенные серьезные требования к оснащенности, к тому, чтобы были там и набор техники необходимый, и коллективы, которые могут это все делать. И сегодня, слава богу, мы, как-то вот, обеспечив это, мы уже спокойны за то, что в этом году мы программу по БКД выполним качественно и в срок. Вот ровно та же история у нас здесь с подбором подрядчиков и по генплану, и по проектированию ливневой канализации, вообще по всем объектам. То есть понятно, что, во-первых, мы должны опираться на крупные институты, которые у нас уже есть в области. Тащить сюда, скажем, каких-то федеральных игроков можно, конечно, но просто есть ли смысл. Потому что свои проектировщики, они ситуацию на месте знают лучше, и многие вещи уже объяснять не надо. Что-то уже наработано в достаточном количестве, нужно только актуализировать. Поэтому тут и вопрос цены может сыграть как раз положительную роль, удешевив, тем самым уже какие-то вещи, которые делать уже не надо, они пройдены. Поэтому здесь мы, так скажем, с коллегами, я совершенно согласен, что необходимо провести именно открытые конкурсы. И мы, в общем-то, документацию так и готовим сейчас. А история потом расслёбывать за какими-то конторками непонятными, которые выиграют, и потом за ними бегать. Самое страшное, что если, допустим, небольшой аванс пропадет, ну, понятно, что такого быть не должно, но деньги – это деньги, как говорится, это дешево отделались. А вот когда дело не сделано и время упущено, вот это вот самое страшное, и вот от этого мы должны в корне ситуацию поменять и уйти. Потому что самое страшное вот в этих людях, они едят в наше время, и за это ничего не платят, никакого эффекта нет. Вот. Здесь, я думаю, что мы совместно с коллегами справимся с этой ситуацией. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Михаил Георгиевич. Мы с конкурсом тоже, то есть вот эти сроки проектирования, то есть нас надо загонять в такой угол, что мы просто гелопом делаем, а работа серьёзная, она требует времени. То есть вот если конкретно говорить про данную ливнёвку, то я думаю, что около года должно это делаться. Проектная работа. Да. Начиная со схемы, уже детальной. Это вот на участок, который озвучила Лиза Шаловна. Но это не участок, это приличный участок, извините, тут надо съёмку даже делать весь квартал, то есть куда квартал разгружается, в эту сторону, в эту, чтобы потом не было что. Вот сделали и не справляется. Вы знаете, что очень жалко на самом деле. Каждый квартал надо облазить. Вот правда, очень жалко. Я очень, когда смотрю на эти программы БКД, безопасные качественные дороги и комфортная городская среда, ну вот правда, такой масса денег Федерация вкладывает в эти проекты, они подумали о самом главном, о том, о чём вы говорите. Ну то есть без Ливнёвки это нельзя было делать, да? А, к сожалению, нет ведь федеральных сейчас программ Лея Вячеславовича на Ливнёвку. Слава Владимировна, ну мы сейчас вот ищем, куда можно это всё, так скажем, отнести. Специально какой-то программы федеральной нет, но я думаю, что, во-первых, Киров вот со своими проблемами Ливнёвной конституции, он вообще ни разу не оригинальный. Я могу сказать, что и в Казани проблема Ливнёвной конституции не решена полностью, то есть отдельными участками, самыми такими острыми это сделано. Участвуют они конкурсы, мы участвовали там в одном, там в пруды выпускают. То есть они, ну, тоже пошли по тому же пути, на который мы сегодня вступаем, это, ну, частичная разгрузка, так скажем, самых острых участков. Понятно, что всю схему нужно разработать, и вот то, что мы, например, видим в Москве, это есть общая схема, она там вот как раз с этими вот сводами, там где можно в полный рост человек уходить, ну, до такого нам ещё, как говорится, идти и идти. А если мы сегодня понимаем, что Ливнёву конституции в центре вот в этом обозначенном квадре нам нужно делать, то понятно, что в ближайшие пять лет мы перекопаем всё. Но в любом случае это надо делать. Мы и так, и так перекопаем. Теплотрассы ведь тоже надо перекопать. Так в том-то и дело, что мы вот сегодня, чтобы сберечь то, что вот заложено в БКД, чтобы это, не дай бог, не нарушить, мы серьёзно эту программу синхронизируем, в том числе и с Т-плюс, и с ККС, чтобы минимальный ущерб нанести этими работами. Поэтому вот такая работа по синхронизации огромная, она нам тоже предстоит, чтобы не нанести ущерба, но при этом дело сделать. — Завершён первый час Урбана. Напоминаю слушателям, что во втором часе вы сможете напрямую задать вопросы Илье Шульгину, главе администрации города Кирова по телефону 211-101. А пока благодарим Владимира Смирнова и Михаила Изместева. Будем следить за тем, как проходит реализация проекта по ливневой канализации. Одно могу сказать, наверное, нашим слушателям. Будьте готовы, пожалуйста, жалобами. — Потерпите. — Мы имеем право, конечно, поныть, постанать и так далее. Но вот когда нам объявляют о конкретных планах, осведомлён, значит, защищён. Имейте это в виду, пожалуйста, да. Прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. И встретимся через 20 минут. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует... Продолжение следует...